Исход. Глава двадцать пятая. Вот приношения, которые вы должны принимать от них. Золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и весон, и козью, и кожи бараньи, красные и кожи синие, и дерево сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ифода и для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скини, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему два локтя с половиною, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя. И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху, вокруг его золотой венец. И вылий для него четыре кольца золотых, и утверди на четырех нижних углах его, два кольца на одной стороне его, два кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сетим шесты, и обложи их золотом, и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты, и не должны отниматься от него, и положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее два локтя с половиною, а ширина ее полтора локтя. И сделай из золота двух херувимов. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. К крышке будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым. И сделай стол из дерева сетим длиною в два локтя, шириною в локоть, а вышиною в полтора локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг его золотой венец. И сделай вокруг его стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него четыре кольца золотых, и утверди кольца на четырех углах у четырех ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кодильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицем моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его. Три ветви светильника из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви. И три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами. У шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его и яблоко под другими двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями его. Яблоко и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его. И щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота, из таланта золота чистого. Пусть сделают его со всеми семи принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе.